привет друзья вы на канале яхта на колесах меня зовут антон а мы в германии на выставке караван салон дюссельдорф и собственно говоря мы сегодня снова на стенде сан ливинг от адрия посмотрим очередную любопытную модель планировка с которой мы с вами еще в обзорах насколько я помню как минимум со мной не сталкивались модель с 70 сл у нас сегодня по весу у нас три с половиной тонны то есть спокойненько б категория длина короткий автодом ровно как раз таки одного сантиметра не хватает до 7 метров а это значит что а это значит что в каких-то случаях где ограничение до 7 метров он будет вписываться да и в городе как бы несколько удобнее с ним 322 32 вы ширина и 287 высота у нас автодома по остальным моментам даже не знаю что еще добавить никакой очень важной информации здесь на стенде я не вижу кроме того что у нас здесь 140 сильный citroen к сожалению все на выставке представлены сан ливинге citroen и в этот раз потому что с пятами какой-то дефицит и как следствие они еще и при этом на механике но как бы опционально как правило под заказ и так далее шасси можно как-то выбрать все самое любопытное как обычно внутри еще больше контента в нашем сообществе вконтакте по ссылке в описании подписывайтесь и будьте в контакте с яхтами почему же я обратил внимание на эту планировку на во первых потому что это короткий вариант а вы про такие иногда спрашиваете а во вторых потому что он мне очень сильно напомнил по планировке ну не прям стопроцентно но как бы матрикс а это все еще бюджетный сан ливинг в прошлом обзоре в одном из прошлых мы смотрели алькова на сан ливинг который по планировке был похож скорее на коралл именно вот самой компоновкой здесь у нас вот такая версия сзади основная спальня расположена посерединке также выдвигается дощечка и кладется подушкой получается большая кровать два на два метра есть место для хранения вещей в ступеньке есть два гардероба слева и справа движемся далее у нас начинается кухонная зона сначала здесь холодильник 140 литровый огромный холодильник тетфорд абсорбционный с морозилкой наверху небольшая ниша и конечно же кухня здесь рабочая зона но все по классике как сан ливинге плита от dometic 3 огня открыли закрыли рабочую поверхность с помощью дощечки увеличили внизу шкафчики 1 2 но вернее ящики тут для вилок ложек для столовых приборов и ниже еще просто два ящика напротив же у нас будет санузел санузел достаточно просторный комбинированный туалет с душевой кабиной и в данном случае это именно душевая кабина это еще один из приятных моментов которых особо сан ливингах мы не встречаем у нас как правило фасады закрываются шторкой здесь у нас откидывается раковины и зеркала и шкафчики и наконец сама душевая кабина единственно дверь куда автодом стоит под углом прикрывается то есть чтобы у нас не намокли фасады у нас выдвигаются именно вот такие вот внутри этого помещения просто двери душевой кабины с одной с другой стороны раскладывается все это и соответственно мы находимся внутри душевой кабины когда мы закрыли мы спокойно пользуемся туалетами у нас здесь достаточно много места для сан ливинга это выглядит весьма и весьма неплохо стильный и в общем то даже очень удобно ну и наконец опускаемая кровать конечно она не как в матриксе опускается не электрически а вручную мы просто тянем ее вниз но тем не менее кровать у нас здесь 120 сантиметров ширина 2 метра длина в принципе полноценная да немножко перекрывает вход но выйти все таки если нагнуться то можно наверху есть светильничек также есть светильнички еще здесь в кабине и вот эти полочки мы все можем использовать когда спим на этой кровати потом легким движением руки подталкиваем ее чуть-чуть вверх и она поднимается естественно мы ее фиксируем и можем отправляться в путь ремни безопасности у нас на водительском и на пассажирском месте и также два пассажирских ремня вот здесь в столовой группе ну и конечно же вот столовая группа расположена здесь стол вот таким образом увеличивается поверхность но это достаточно стандартно для санливинга в общем то по основному жилому пространству это все осталось только кабину но здесь все стандартно как у фиата только написано citroen механическая коробка нету мультимедиа и нету такой вот подставки для телефона который мы привык привыкли к фиате в остальном все плюс-минус то же самое стандартные помощники присутствуют не остался отвеченным по сути один ключевой важный вопрос сколько же здесь в итоге спальных мест 2 считается в спальне основной 2 на опускаемой кровати и еще опускается вот эта столовая группа сюда кладется подушка и вот так получается одно спальное место но считается что даже 5 плюс 1 то есть сейчас мы насчитали 5 и в теории в санливинге считают что может три человека расположиться в основной спальне что правда реально вопрос только комфорта и вот это вот место которое организуется здесь считается опциональным также здесь у нас остались розетка 220 вольт выключатели освещения она все отключается по зонам есть вот эти подсветочки в нишах светодиодной ленты есть основное освещение пульт управления всеми системами и конечно же печка трума комби 4 киловатт на это обогревает у нас у нас соответственно и воду и все помещение воздушное отопление газовая и последнее это вот в жилом пространстве москитная сеточка которая собственно говоря перекрывает двери не дает нам всякой ножкаре и комарам налететь внутрь на всех окнах конечно же тоже есть blackout шторы и москитные сетки сама дверь кстати говоря в сан ливинге я должен ее показать вот в последнее время стала гораздо лучше чем раньше раньше это была просто ровная такая дверь а сейчас она с окошком со шторкой с классным таким вот замком они просто за щелочки вверх вниз и еще какими-то кармашками на двери что не может не радовать санливинг особо сильно не дорожает но при этом уровень как бы качество и каких-то мелочей комфорта в нем все-таки растет несмотря на относительно небольшую длину мы имеем весьма просторный багажник здесь у нас расположился газовый отсек на два баллона 22 литра небольшие полочки подсветка розетка 220 вольт и 12 вольт и также палочка вот маркизы которая расположена наверху на правом борту также есть колечки для фиксации грузов и в принципе сюда поместится легко какие-то электро велосипеды если как-то сложить руль например или ну вот электросамокаты точно можно расположить в этом багажнике и даже их заряжать прямо здесь вот такой условно бюджетный вариант мы сегодня с вами посмотрели matrix цену как обычно смотрите тоже по ссылке в описании или спрашивайте в комментариях потому что здесь они достаточно неточные я не могу вам ее указать корректно поэтому давайте обсудим в комментариях как в целом у вас ощущение от вот этих вот небольших нюансов меня зовут антон а это канал яхты на колесах подписывайтесь на канал чтобы не пропустить ролики с дюссельдорфа а также не забывайте про наш телеграм-канал потому что именно благодаря общению и темам в телеграм-канале мы узнаем что вам интересно и стараемся снимать подходящей модели до новых встреч пока